Сегодняшняя тема у нас — это этапы отношений, этапы развития отношений. Сергей Филинов — пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч, автор учебных курсов, программ и тренингов, автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждёт», консультант по программе предбрачной подготовки, женат, воспитывает трёх дочерей. Семейные отношения А как я ещё больше могу подготовиться? Что от меня спрашивается? И вот теперь хотелось бы ещё дальше пойти в эту тему «А каковы этапы отношений?» Знаете, этот вопрос я неоднократно адресую молодёжной аудитории, тем более, когда провожу семинар, я даже даю одно из заданий, которое звучит так. А вот напишите, пожалуйста, какие есть этапы, начиная от симпатии, когда вы увидели кого-то, вы с кем-то познакомились, и вам симпатичен человек, и до вот вы уже у алтаря, вот вы уже стали мужем и женой. Вы знаете, очень часто бывает такая реакция, что «Ну мы вообще-то даже не знаем, надо подумать, из каких этапов это состоит». И это действительно бывает порой такое необычное задание для многих, потому что не так часто мы об этом думаем, а вот действительно, а какие этапы? И мне приятно видеть, когда молодёжь садится в группах, обсуждают, решают, рисуют, как-то изображают, потом рассказывают об этих этапах. И я бы призвал, чтобы каждый, на самом деле это вопрос уместный для каждого, а как вы себе представляете развитие взаимоотношений? Что должно быть этап за этапом? Когда это начать? Что надо делать? Что присуще каждому из этапов? Я вот некоторыми поделюсь моментами, которые обычно указывают, и я думаю, они вполне уместны. Во-первых, мы можем первое, что сказать, мы всегда уже, ещё до того, как встретили человека, который нам симпатичен, мы можем молиться за него. И это важно, что к своей семейной жизни мы можем начать как можно раньше молиться и готовиться. Я, как пример, могу сказать со своими девочками, у меня три дочки, мы уже сейчас молимся за мужей, за их мужей. И это приготовление к их семейной жизни. Какой следующий этап здесь можно выделить, и ребята, как правило, выделяют встречи, симпатии, знакомство. Можно ли это обозначить как этап? Я думаю, да, знакомство, как оно произойдёт, что присуще для этого этапа. Следующее, это общие интересы, это дружба, которая развивается между молодыми людьми. То есть вот тоже можно выделить это как особый этап, когда они ближе узнают друг друга, когда они учатся доверять друг другу, как это происходит. Может быть, даже совместные какие-то дела совершать и наблюдать друг друга, как они взаимодействуют друг с другом. Влюблённость тоже можно обозначить как этап. Причём самое интересное, когда мы обозначаем эти этапы, посмотреть на последовательность. Потому что я тоже обращал внимание, что аудитории по-разному делают. Иногда девушки в одном порядке делают, ребята в другом порядке. Но определитесь, а как для вас? Какова эта последовательность? Я думаю, что вот такая ясность в поэтапности, она как раз-таки привносит ясность и в взаимоотношениях. Если это проговаривается, если это происходит осознанно. Особый этап, который, кстати, иногда молодёжь упускает, но я считаю тоже важным, если мы смотрим на вот эти отношения от интереса до непосредственно, когда стали мужем и женой, знакомство с родителями. Вот интересно, но иногда молодёжь это упускает. Ну, может быть, не думает об этом заранее, но я бы считал, что это очень важно. И у нас отдельная тема будет, посвящённая вовлечению родителей, какова их роль. Но тоже это очень важный этап, который важно иметь в виду. Следующее. И вот здесь я особо хотел бы отметить внимание, которое я неоднократно обращал на то, что когда схемы подобное развитие отношений составляют девушки, они обязательно этот этап включат. А вот у ребят, мне периодически приходится их как-то останавливать и обращать их внимание. Это этап предложения. Как сделать предложение? Удивительно, но очень часто в схемах, которые рисуют ребята, этот этап вообще отсутствует. И если так поговорить даже с некоторыми, ну, спрашиваешь, а как твоя девушка узнает, что ты вот хочешь действительно твои намерения серьёзно, ты хочешь действительно предложить ей стать твоей невестой, женой стать? Ну, как-то вот даже и не думал. Как-то это так вот произойдёт. Мы просто вот встречаемся, мы просто общаемся. И вот как бы будет понятно, в какой-то момент это... А со стороны девушек, я вам скажу, это очень ясная ситуация. Они ждут, когда будет ясность в разумных отношениях, и когда предложение будет сделано. Без каких-то намёков, как-то не в обход, не что-то, а напрямую. И пусть, и это уже, наверное, вызов ребятам, пусть это действительно будет очень важным заданием. Когда вы решаете сделать предложение, это должно быть чем-то памятным. По крайней мере, девушки именно так и ожидают, что это будет памятное событие, может быть, даже сюрприз, но которое запомнится, отпечатывается надолго. Поэтому, ребята, это для вас вызов, чтобы думать о том, что это очень важный этап. Дальше благословения, которые получают от своих духовных наставников, тоже, некоторые этот этап пролистывают, а кто-то его называет даже раньше, до того, как начнут развивать дружеские взаимоотношения, уже поговорить со своими наставниками, уже спросить, а что вы порекомендуете, как лучше поступать. Следующий этап — это получить благословение, соответственно, от родителей, от своих духовных наставников, потом помолвка, когда уже делается такое публичное заявление, что да, мы верим, что Бог нас соединяет, что мы предназначены быть мужем и женой. И после вот этого публичного объявления тоже очень важный этап, когда, да, уже социум окружения ваше знает, что вы готовитесь к свадьбе, но, тем не менее, для вас это важный этап, который надо прожить, надо пройти, сохранить себя по-прежнему в чистоте, быть честным друг перед другом. И это тоже важный этап, о котором можно рассуждать, нужно рассуждать и смотреть, а что для этого характерно, как мы вместе можем проходить. Ну и теперь мы уже дошли до свадьбы. Несмотря на то, что мы сейчас очень быстро прошли эти этапы, поверьте, на каждом из них есть свои какие-то характерные особенности. По каждому из этого этапов можно взять и подумать, а какие вопросы уместны, какие темы для общения уместны, какие действия по отношению друг к другу уместны. Например, если мы поставим вопрос, а когда начинается период ухаживания? Да, но, наверное, где-то он должен быть обозначен тоже. В какой мере нарастает, если можно так выразиться, ухаживание, да, тоже можно взять и на этой шкале где-то поставить. Я думаю, что ясное представление о том, как развиваются через вот подобные этапы отношений, они очень помогают. Потому что неоднократно я слышал такие неприятные истории, когда, допустим, девушка ходит в сомнениях и говорит, слушай, мы с ним уже так долго встречаемся, это она подруге рассказывает. Ну, он, вроде бы мы хорошо встречаемся, мы общаемся хорошо, но он мне так и не делает предложение, он вообще серьезно ко мне относится, или это так у него просто ненадолго, это что-то вот... И вы знаете, это приносит боль, приносит разочарование. И в этом плане вот тема такая, как этапы отношений, когда проговариваются, когда обсуждаются, я думаю, привносит очень большую ясность в отношениях. Так что хочется пожелать, чтобы каждый из вас тоже проделал, возможно, именно такое же упражнение. Может быть, со своими друзьями, знакомыми, взял бы лист бумаги и прописал. А вот как правильно развивать отношения? Я понимаю, что этому не учат, ни родители, может быть, даже не передадут это, ни в школе, ни в институте, но сформировать для себя вот этот образ. И даже если подойти к духовным наставникам, далеко не всегда и они могут четко дать эти этапы. Но если вы серьезны и хотите действительно такие хорошие отношения, где развивается настоящая любовь, где есть действительно такая поэтапность, которая помогает не ранить друг друга, а наоборот созидает друг друга, то поощряю вас, чтобы взять и проделать такое упражнение, где прописать от каких этапов, что зачем следует, возрастают ваши отношения любви. Так что дерзайте, прописывайте, и да благословит вас Господь, чтобы действительно с мудростью проходить, знать в какой момент, каким образом развивать отношения. Всего вам хорошего. У нас сегодня в студии гостья Татьяна Шлитгауэр, она служитель церкви 21 века. Татьяна Шлитгауэр, служитель церкви 21 века, лидер домашней группы, воспитывает троих детей. Вы знаете, самая большая ошибка, наверное, которую делают молодые люди и девушки, когда они влюбляются и начинают строить отношения, это когда они закрывают глаза, влюбленность, она, как говорится, ослепляет, и нам кажется, что ну ладно, это изменится. Мы видим, все равно мы видим какие-то очевидные вещи и в характере у человека, и в каких-то, может быть, привычках, но есть такая иллюзия, что ну это изменится. Ничего страшного, мы над этим поработаем, и это изменится. И один из моих таких советов, которые я тоже даю людям, особенно когда они не могут никак договориться между собой перед браком, это ответить себе на вопрос, если это не изменится никогда, готова ли я или готов ли я прожить с этим человеком всю свою оставшуюся жизнь? И ответить на этот вопрос не мне, а пойти подумать и для себя ответить на этот вопрос. И если этот вопрос, да, я готова, это не так важно для меня, как важно то, чтобы быть мне с этим человеком, то тогда да, ты справишься. Если ты не готова, если ты не можешь ответить на этот вопрос положительно, то ты не справишься. Придет время, когда это станет, что вот уже столько лет, это все не меняется, и все плохо, и вот, в общем, мы уже дальше жить вместе не можем. Вот, и поэтому, конечно, вот очень важно вот эти, во-первых, для себя вот этот вот момент решить. И дальше, если мы решили, что мы все-таки готовы друг к другу жить, принимаем, да, то тогда уже дальше и разговаривать. Есть темы, которые очень важны, и которые, они встают в процессе жизни очень остро, да, это тема детей, воспитания детей, принципы воспитания детей, особенно если люди из разных конфессий там, да, соединяются, или вообще верующие-неверующие. Я, конечно, против как бы такого, да, потому что это, ну, не совсем, я не считаю, что это счастливые браки. Но, тем не менее, если такая ситуация сложилась, то люди все равно, они должны договориться между собой, что как мы воспитываем детей. Потом вопросы финансовые, потому что финансовые отношения к финансам может быть разные у людей. Там кто-то может накапливать деньги и там считать каждую копейку, кто-то щедрый раздает всем, благословляет. И опять же, то есть это серьезный вопрос, да, который нужно решить, договориться на берегу, как говорится, да, вот. Вот, и это очень важный вопрос. Потом вопрос также церкви, да, потому что часто как бы люди не думают о том, думают о том, что нам будет быстрее соединиться, но потом встает вопрос, а в какую церковь мы ходить будем, если это люди из разных церквей. И начинаются тоже проблемы в отношениях. Вообще все проблемные вопросы, которые не нужно замазывать, все проблемные вопросы, их нужно проговаривать заранее, проговаривать до. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова